В Усинске состоялся кубок Куми под Хэквондо. В турнире приняли участие 95 спортсменов. Из них 13 ребят из Нинецкого округа. Ни один спортсмен из Ринмары не остался без награды. Некоторые из них завоевали по две награды, как по формальным комплексам, так и в поединке. Для некоторых хэквондистов это было первое выездное соревнование. Мы очень боялись, думали, что мы не выиграли, но все-таки выиграли. А сколько у тебя было соперников? Ну, по-моему, два, если честно, я не помню. А у тебя какая медаль? Второе место. Второе место. А ты тоже первый раз ездил на соревнованиях? Ну, на выездные, да. А у тебя какие медали? У меня первая медаль и вторая. А с кем ты соревновалась? Я соревновалась с одной маленькой девушкой, но ей было 7 лет. Я думала сначала, что я не победила, но потом уже все-таки победила. Группа молодых ребят из военно-патриотического клуба «Белый медведь» отправится на лыжах из Наринмара до Архангельска по следам олено-транспортных батальонов. В целом на лыжах со знаменем победы им предстоит пройти с 15 по 23 марта порядка 380 километров. Двухнедельный марш-бросок до Архангельска пройдет через Лабожское, Коткино, Нижнюю Пешу, Снопу, Ому, Вижа, Снесь, Мизень и Рикосиху. Последний пункт – пешего сбора олено-транспортных батальонов Ниницкого округа. В каждом муниципалитете Ниницкого округа участники военно-патриотического клуба возложат цветы к обелискам победы и захоронениям земляков-фронтовиков. От рекосихи до Архангельска команда проедет на автобусе, обратно из столицы Поморья патриоты из НАО вернутся самолетом. Военно-патриотический клуб «Белый медведь» создан в 2009 году в Ниницком аграрно-экономическом техникуме с целью расширения и углубления знаний о родном крае, воспитании патриотизма, формирования коллективных и личных морально-волевых качеств, необходимых для прохождения военной службы студентов техникума. Члены клуба ежегодно отправляются в лыжные и пешие переходы в место расположения бывшего поселения Пустозерск. Также за их плечами 250-километровый лыжный марш «Брасо» Кома-Шойна. По следам Ниницких олено-транспортных батальонов, посвященные 70-летию освобождения Заполярья от фашистских захватчиков, 50-километровый переход, а также 180-километровый в честь 70-летия Великой Победы. В Минспорте России под председательством статс-секретаря заместителя министра спорта Российской Федерации Натальи Паршиковой состоялось 11-е заседание Координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В ходе заседания заслушан доклад директора Департамента науки и образования Минспорта России Евсеева об итогах научных исследований по установлению государственных требований к уровню физической подготовленности инвалидов при выполнении нормативов испытания комплекса ГТО, выполненных по заказу Минспорта России НГУ имени Лесгафта. Учеными предложена стратегия тестирования инвалидов в рамках комплекса ГТО и разработаны методики распределения инвалидов на группы для дальнейшей разработки требований к уровню их физической подготовленности. В 2017 году планируется провести апробацию разработанных нормативов в пилотных субъектах Российской Федерации Архангельской, Владимирской, Калужской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областях, Краснодарском и Хабаровском краях, а также Республики Саха-Якутия, Ханты-Мансийском автономном округе, городе Санкт-Петербурге и Водмуртской республике. В марте 2017 года представители пилотных регионов совместно с сотрудниками научно-методического центра по реализации комплекса ГТО для людей с ограниченными возможностями проведут семинар-совещание, в ходе которого обсудят порядок и методики работы, а в конце 2017 года в Санкт-Петербурге подведут итоги внедрения комплекса ГТО среди инвалидов. Повсеместная реализация комплекса ГТО для инвалидов планируется с 2018 года. Также решением комиссии одобрено создание экспертной группы, при координационной комиссии, деятельность которой направлена на осуществление экспертной оценки обновленной редакции государственных требований комплекса ГТО и выработку предложений по его дальнейшему совершенствованию. Победа — это сотни шагов на пути к заветной мечте. Новая жизнь — это первая победа. Победа твоих родителей, твои первые шаги, начало большого пути, пути, который приведет тебя к победе. Победа строится как крепость, начиная с фундамента, на который шаг за шагом накладываются успехи и неудачи. Победа — это результат большого труда. Труд одного для победы команды. Труд команды для победы одного. Только вместе мы способны на многое. Только с командой ты достигнешь победы. Путь к победе никогда не был легким. Среди множества поражений и неудач «Никогда не сдавайся». Побеждают не сильные телом, но сильные духом и стремлением к успеху. Порой кажется, что ты достиг своей вершины. Ты победил. Ты доказал всем, что ты лучший. Но это не всегда главное достижение. Истинная победа и успех — воспитать достойное поколение. Настоящих патриотов своей страны. Готовых к новым свершениям, ориентированным на успех в школе, в вузе, в карьере. Поколение, которое войдет в историю. К этой победе тебе предстоит идти всю жизнь. Главное — сделать первый шаг. 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 Главное — сделать первый шаг.